МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочая встреча главы Республики с министрами началась с доклада Михаила Ноздрякова, который отметил рост заработной платы за первое полугодие по всем бюджетным учреждениям Чувашия. В сравнении с 2012 годом на 39% у работников образования, на 63% у педагогов дошкольных образовательных учреждений. У врачей и среднего медперсонала зарплата выросла на 16%, а у младшего на 44%. У работников культуры на 14% и социальных работников на 51%. Исходя из прогнозной величины среднемесячной заработной платы по субъекту, 18 129 рублей обеспечили выполнение всех индикаторов. Единственный индикатор, который у нас не выполняется, это соотношение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования. Поскольку в сфере общего образования зарплата выросла существенно выше прогнозного значения. Конечно, небольшое отставание есть. Но для нас показательно не столько второй квартал, а сколько третий, потому что в целом по 9 месяцам мы рассчитываем получить те реальные цифры, показатели, на которые мы должны выйти. На заседании было отмечено, что из шести муниципальных образований самая высокая зарплата в Валиковском районе, а самая низкая в Ибресенском. Из-за чего? Мы неравномерно расставляем. У нас же подушевое финансирование на ребенка или на человека. Или на уровне муниципалитета вот эти перегибы происходят. Я хочу понять для себя. Методика есть, субсидии рассчитываются и прямыми деньгами в полном объеме доводятся до муниципалитета. Мы эту тему специально проверяли. Мы начали с городов. То есть мы проверяли в течение 2012 года город Чебоксары, город Милочебоксарск, АллатР, Канаш. Некоторые отклонения были. Некоторые отклонения были. И мы в этом году повторную проверку провели своими силами. И, в общем-то, порядок навелений. Разницы не должно существенную различать. Исходя из этого, давайте на уровне кабинета министров рекомендательного характера подготовим и, по крайней мере, предложим муниципалитетам выравнивать эту заработную плату на уровне правительства, используя рычаги межбюджетных транспортных отношений. В сфере здравоохранения тоже не обошлось без разницы заработной плате сотрудников. Но здесь все под контролем. В республиканской клинической больнице, условно говоря, естественно, зарплата чуть выше, чем в среднем по Чувашской республике, например, 30 тысяч для врача. А по остальным учреждениям внутри одного уровня заработной платы среди категории работников мы стараемся отслеживать персонально. В министерстве культуры тоже отмечен положительный рост зарплаты сотрудников и обошлось без жалоб. А учреждения подведомственные министерства образования и здравоохранения ждут выборочные внеплановые проверки. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. С 1 июля этого года выросли тарифы на коммунальные услуги. В квитанциях, которые жители всей России получат в августе, цены за электричество, газ, холодную и горячую воду будут выше. В регионах необходимо провести нормативы в соответствии с фактическим потреблением услуг ЖКХ и вовлечь жильцов многоквартирных домов в регулирование этого процесса. Эту проблему заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак обсудил сегодня с представителями регионов в режиме видеоконференции. Цены за коммунальные услуги в нашей республике на сегодня ниже по сравнению с другими регионами ПФО. Так, по сравнению с декабрем 2012 года, по горячему водоснабжению мы находимся на втором месте снизу среди 14 субъектов ПФО. По электроэнергии, холодному водоснабжению и водоотведению на третьем месте, отоплению на пятом. В целом практически республика всегда была в числе лучших регионов по подготовке к подаче тепла, поэтому мы выезжаем, проверяем, отслеживаем, насколько выполняются эти работы качественно. И насколько средства, выделяемые как с бюджета, так и сборы, которые осуществляются от населения, используются по целевому назначению и эффективно уже подрядчиками, которые взялись за выполнение этих работ. На сегодня Чувашская республика на 60% готова к новому отопительному сезону. Лучше остальных обычно готовятся к зиме Чебоксара, Новочебоксарск, АллатРь. А самая проблемная территория – это Шумерля, отметил глава республики. Там работает недобросовестная управляющая компания и необходимо навести порядок в ее деятельности. Все работы по вхождению в зимний отопительный сезон должны завершиться к 1 октября. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. В Новочебоксарске сегодня тоже обсуждали проблемы ЖКХ. Депутаты, госсоветы Чувашии, представители администрации, жилищные инспекции и прокуратуры слушали жалобы и предложения жителей. На повестке дня оказалось немало вопросов, но самые бурные обсуждения коснулись работы управляющих компаний Новочебоксарска. На сегодня в городе со 100-тысячным населением зарегистрированы десятки компаний. Некоторые из них не справляются со своими прямыми обязанностями. Председатель одного СТСЖ по Ельниковскому проезду заявил, что в нескольких домах сумма долга идет не на десятки, а на сотни тысяч рублей. И как возмещать такие убытки, пока остается загадкой. По словам Александра Сироткина, у любой проблемы есть решение. И в этом случае он предложил два варианта развития ситуации. Предложено собственникам в течение двух недель определиться, согласовать тариф на эксплуатацию этого квартирного дома для заключения договора с выбранной управляющей компанией. Если собственники это не реализуют, свое право, тогда муниципальное образование будет вынуждено выставить данный дом на конкурс по выбору управляющей компанией по определенной процедуре. Еще один адрес – бывшее здание биотехнического колледжа. После реорганизации учебного заведения здание осталось бесхозным и требует серьезной реконструкции. Но муниципальных средств для капитального ремонта здания будет недостаточно. Поэтому городская администрация надеется на помощь федерального бюджета. Сегодня мы рассматриваем другие предложения, в том числе и перевод начального звена с шестой гимназии после проведения капитального ремонта этого здания. Будем готовить соответствующие предложения. Если правительство, министерство образования нас поддержит, тогда будем его реализовывать. Это лишь малая часть проблем, которые требуют немедленного решения. Депутаты государственного совета призвали жильцов работать во взаимодействии и пообещали держать эти вопросы под контролем. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Проезжая часть или тротуар? Покупателям продуктовых магазинов по Эгерскому бульвару приходится в прямом смысле слова делить дорогу с машинами. Автомобилисты здесь не только паркуются, но и передвигаются с явно превышенной скоростью. За кем приоритет? На одном из чебоксарских форумов разгорелись споры. Интернет-пользователей взбудоражил недавний случай. Житель Чебоксару входа в магазин чуть не стал жертвой аварии. Дорогим внедорожником управляла дама. Очевидцы утверждают, что она забыла не только о правилах дорожного движения, но и об элементарной культуре. Дмитрий Ковалев подробнее. В большом городе пешеходы рискуют оказаться под колесами машин и на тротуаре. Даже при наличии свободных парковочных мест некоторые водители так и норовят оставить свое авто прямо у входа в магазин. А кто-то готов превратить эту зону и проезжую часть. Искать пути обхода пешеходам здесь приходится всегда. Неподалеку торговые ряды и магазины вокруг прогуливаются пенсионеры, мамы и маленькие дети. Но несмотря ни на что, некоторые водители по этому тротуару готовы передвигаться как по проезжей части. Владелец этой «Волги» буквально промчался мимо нашей камеры. Таким поведением автомобилистов возмущаются многие жители, причем не только пешеходы. Конечно, это нарушение. Все знают. Все знают. Правильно парковаться надо, конечно, на стоянках, где отмечено. Ну, зачем у меня снимать? Не надо лучше. Ну, не на тротуаре. Напрягают, конечно, в другой раз идешь прямо навстречу и идут еще. Еще и слова хорошие скажут. Мешают часто. Сегодня что-то не мало везут. А так часто. Некоторые водители готовы оставлять свою машину прямо у входа в магазин. Эти кадры удалось снять местному жителю Евгению Раськину. Внедорожник с крутыми номерами едет навстречу пешеходам. Очевидцы говорят, что автоледи не остановили и бордюры. На замечание женщина отреагировала довольно эмоционально. На мой вопрос, почему она здесь разъезжает, она ответила, я там, где я езжу, мне можно все. Где хочу, там и езжу. После такого разговора спускать все на тормоза, чебоксарец не стал, а написал заявление в ГИБДД. Меня вызвали туда и разъяснили, что здесь не пешеходная зона, здесь разгрузочная часть. В госавтоинспекции факты проверили. Владелицу машины допросили. Выяснилось, что женщина и вовсе занималась благотворительностью. В салон она умудрилась погрузить шесть мешков с продуктами. Они с мужем оказывали благотворительность для Аллатрского монастыря. Было очень много вещей, продуктов, около шести мешков продуктов. На себе они унести все это не могли, поэтому они с позволения даже представителей магазина подъехали непосредственно к магазину, загрузились, после чего, обеспечивая безопасное дорожное движение, они оттуда уехали. Хотя очевидцы уверяют, что салон авто был абсолютно пуст. Но в итоге женщину признали невиновной. Заезжать на этот тротуар машинам позволяют, но только для того, чтобы разгрузить или погрузить товар. Правда, и в таком случае водители обязаны уступать пешеходам, а не создавать им преград. Медриковалев и Николай Яковлев. Республика. Главнее всего погода в доме. С этим утверждением, конечно, не поспоришь. Однако хочется, чтобы комфортно и уютно было не только дома, но и рядом с ним. К дню рождения города это желание осуществится у тысячи боксарцев при поддержке «Единой России». В нашем городе действует специальная программа. Новый асфальт, качели и карусели оценила наша съемочная группа. 715 квадратных метров нового асфальта, хорошие высокие бордюры со съездами. Ограждение – безопасная, интересная детская площадка. Этот двор в северо-западном районе города теперь считается образцовым, а должен считаться среднестатистическим. Чтобы так выглядели все придомовые территории в Чебоксарах, еще три года назад начала работать программа под названием «Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов и проездов». Мы определяем объекты комплексно. Если входим, то устанавливаем детскую площадку, делаем ремонт проезжей части дорог, тротуаров и, соответственно, устанавливаем евроконтейнера и строительство гостевой парковки для жильцов. Гарантия на все установленные и построенные объекты существует. Она определена в муниципальных контрактах. Это четыре года. Площадки, дороги, бордюры. Эти, казалось бы, простые преобразования обходятся бюджету в десятки миллионов рублей. Ремонт ведется постепенно. Где-то уже все готово, где-то процесс только начинается. Тем не менее, планируется, что в 2013-м в Чебоксарах преобразятся 139 дворов. Появятся 54 парковки и 84 детские площадки. «Сегодня здесь принято решение с жителями вот этого дома по ремонту дороги, по ремонту подъездных путей, подъездом, ну и заменой бордюры. Начали ремонтироваться здесь неделю назад. Строители обещают, что ко дню города здесь полностью будет приведен порядок». О том, что решение принимается жильцами, представители партии говорят не просто так. Действительно, кто, кроме жителей дома, знает лучше, что необходимо сделать в первую очередь и чего не хватает для комфортной жизни. «Сегодня мы формируем план на 2014 год. И нам необходимо выявить предложение территорий, сформировать план, сформировать предложение в рамках, конечно, имеющихся возможностей. И в этой работе участвуют все районы города». Впрочем, у такого благого дела есть обратная сторона. Когда на дорогах исчезают ямы, у водителей появляется желание полихачить. «Мои жизненный опыт, как человека, как эксперта в сфере безопасности, подсказывает, что скорость движения по этому двору неминуемо увеличится. И если в этом дворе проживают какие-то, может быть, молодые и неразумные водители, которые любят, но кровь горячая, передвигаться на большой скорости, жильцам этого дома очень важно провести с ними какую-то разъяснительную работу. Объяснить, что так ездить по двору нельзя. Здесь есть детская площадка, здесь есть дети». О ремонте дворов позаботятся народные избранники. Главное, чтобы жители города вели себя в них, как люди разумные. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Вопрос о зеленении Чебоксар с каждым годом становится все острее. Интенсивность застройки многоквартирных домов и снос частного сектора приводит к исчезновению фруктовых садов, на сохранение и восстановление которых уходит немало сил и времени. На помощь государству приходят частные организации и жители столицы. Оценить их труд выехала наша съемочная группа. Весной текущего года чебоксары озеленили 3,5 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников. Большинство из них прижились и чувствуют себя вполне комфортно. Пример тому яблоневая аллея на территории мемориального комплекса Победа, которая весной стала богаче на 50 яблонь. Только не всем горожанам нравится такое месторасположение деревьев. Они пытаются изменить их точку дислокации. В городе продолжается хищение посадочного материала. Как деревьев кустарников, так и цветов. Это боль города. Еще одна трудолюбивая группа людей проявила инициативу и самовольно высадила на территорию микрорайона Волжский 3 аллею тополей. Но их старания не увенчались успехом. Видимо, была нарушена технология посадки, объяснили специалисты управления экологией Чебоксар, где каждое дерево города под жестким контролем. Выясняем причину, почему эти деревья погибли. Второй, кто их посадил. Третий, как они посадили их. Пока будут выясняться все подробности, тополя будут стоять на месте. А уже осенью на их месте будут красоваться новые деревья. Управление экологии этот участок земли включили в план озеленения. И все же большинство желающих приложить руку к посадке, обращается в управление экологии и получает не только разрешение, но и сами саженцы. Планы на осень высадить 4 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников. По многочисленным просьбам жителей на территории города в Калининском и Московском районах будут заложены две новые озелененные территории и реконструированы 20 существующих, где будут заменены неприжившиеся зеленые насаждения на новые. Заявки на озеленение территории от жителей города принимаются в управляющей компании, а от организаций в управлении экологии Чебоксар. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. С наступлением тепла чебоксарские газоны и кольцевые развязки заполняются оригинальными ландшафтными композициями с использованием камня, цветов и каркасов. Шедевры цветочного искусства радуют горожан и придают улицам неповторимое очарование. Ежегодно в городе оформляется около 400 цветочных вазонов. Первые клумбы в этом году появились ко Дню Победы, но сегодня посажено более миллиона цветов. Чтобы построить цветочную фигуру, нужен каркас, земля, ну и, конечно же, цветы. Сажают их близко-близко друг к другу. Яркой и реалистичной фигуры получится только в том случае, если цветы подобраны невысокие и пышные. Только тогда можно увидеть саму фигуру, словно покрытую цветочным ковром. Вот у нас город славится своими цветочными композициями, фигурами такими. Вы, наверное, обращали внимание на этих вот девушек, которые на кольце стояли, улица Калинина, проспект Мира. Но вот в этом году, к сожалению, их уже не было. Связано это с тем, что постепенно фигуры изнашиваются. Чтобы выполнить цветочную фигуру, необходимо изготовить металлический каркас, заполнить его землей, а потом уже высадить цветы. Если этот процесс повторяется многократно, каркас приходится менять. Поэтому девушки на кольце заменены на новую цветочную композицию. С прошлого года количество цветников в городе увеличилось на четверть. При оформлении городских цветников традиционно используются элементы чувашского орнамента. Конечно, очень нравится. Очень даже все чисто. Я очень восхищаюсь, что такой город и столько тут зелени много. Вообще, очень красиво. Мне очень нравится. Мы приехали просто в гости с Кирова. И нам здесь очень нравится. А в прошлом году было намного меньше. В этом году стало очень красиво в городе. Решили так преобразить. Желаем, чтобы в следующем году было еще лучше. Просто отлично. Отдыхать великолепно. И в прошлом году было по-своему, а в этом году стало еще лучше. Это здорово просто. Молодцы. Так и надо, потому что сюда просто тянет. Я вам честно говорю. Мы чуваши. Мы должны всегда помнить о чуваши. О чувашском в своем родном языке. Мы это сами теряем. Теряем это свой язык. Поэтому вот здесь оформление, конечно бы, ну что-то такое хоть чуточку бы дооформить чувашское. Чтобы как-то немного выделялся. Подобное украшение города требует бережного отношения. Надежду Васильеву очень беспокоит то, что люди не берегут красоту, созданную дизайнерами. А вот нам иногда приходится встречаться с фактами, что непосредственно после того, как цветник посажен, буквально где-то на следующий день, дня через три бывает факт, когда цветы вытаскиваются из вазонов, вытаскиваются с цветников и уносятся куда-то. Вот с этим мы, конечно, сталкиваемся. Вот другая проблема, что если, предположим, цветочная композиция букет, в которой сельхозакадемия лежит, вместо того, чтобы сфотографироваться на расстоянии стоя на асфальте, у нас люди благополучно через газон идут к этому цветнику и впритык к нему становятся. Каким город будет в следующем году зависит от жителей города. Сегодня можно не только восхищаться цветочным дизайном столицы, но и высказывать свои пожелания. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Евгений Анисимов, Республика. Совсем скоро по Чувашии потекут молочные реки. Акция «Дорогу молоку» пройдет с 5 по 8 августа. За четыре дня участникам автопробега предстоит проехать полторы тысячи километров и побывать в пяти регионах России. Акция в поддержку молочного рынка пройдет уже во второй раз. Ее организует информационное агентство «Дай Риньюз» совместно с Министерствами сельского хозяйства Московской, Рязанской, Нижегородской области, а также Республик Мордовии и Чувашии. Колонна побывает на молочных и сыродельных заводах. По мнению председателя правления «Союзмолоко» Андрея Даниленко, автопробег способствует объединению всего молочного рынка. В общей сложности в мероприятии примут участие около 500 представителей молочной отрасли России, сообщает Минсельхоз Чувашии. На Чебоктарском элеваторе начали принимать зерно 2013 года. Первыми на территорию филиала заехали с новым урожаем пшеницы автомашины Урмарского и Комсомольского районов. Производственно-техническая лаборатория взяла обязательные пробы для определения качественных показателей зерна. После получения лабораторных результатов машины-хлеборобов, прошедшие весовой контроль направились на разгрузку в элеваторный цех. На сегодня в Закрома поступило порядка 2000 тонн зерна. Наиболее активно урожай сдают аграрии Комсомольского, Яльчикского, Вурнарского и Урмарского районов. 28 июля отмечается 1025-летие Крещения Руси. В честь юбилейной даты Чувашский художественный музей открыл выставку. Выставка небольшая. Представлено всего 12 картин, над которыми трудились художники из Чувашии, Ярославии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова. Это художники, самые известные художники страны. А многие из них обращались к этой уникальной теме Крещения. И они по-своему осознают эту Россию, какая она Россия, как она создавалась, что самое главное было в нашей стране. С помощью живописи авторы выражают свои переживания религиозного и духовного опыта, отображают исторические моменты. Вспомнить историю, приобщиться к искусству стремятся не только жители нашего города. Сергей Марков, член Национального Союза Художников Украины, уже не в первый раз посещает экспозиции Чувашского Художественного Музея. Эта выставка привлекла его необычным исполнением картин. Сегодня я увидел совершенно новые работы, новых авторов, по стилю которые может быть какие-то работы мне ближе, какие-то может быть немножечко отдаления, но в целом мне очень понравилось. Ведение христианства сыграло огромную роль в истории русского государства. Благодаря ему появилась письменность, стали развиваться архитектура, культура и живопись. Проходящая выставка поможет обновить память о произошедших событиях и временно перенесет вас в далекий десятый век. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика. Шесть спортсменок из Чувашии будут участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. 10 августа три наших девушки Алевтина Бектимирова, Альбина Майорова и Татьяна Арясова пробегут марафон. 12-13 августа за медали чемпионата мира будет сражаться Кристина Савицкая, выступающая в Пятиборье. 13 августа Вера Соколова стартует на дистанции в 20 километров, сообщили в Минспорты Чувашии. 14 августа соревновательная программа начнется для Елены Наговицыной, которая выступит на дистанции 5000 метров. Напомню, что чемпионат мира 2013 года пройдет в Москве с 10 по 18 августа. В завершении выпуска информация для тех, кто субботу, 27 июля планирует провести за рулем. В Чебоксарах для движения транспорта закроют сразу несколько оживленных улиц и проездов. Так, с 9 до 10 утра нельзя будет проехать по одному из участков правой стороны хозяйственного проезда и морпосадского шоссе. С 12 до 17 часов движение ограничат по площади Речняков, Казанской набережной и частично по улице Калинина. Ограничения связаны с этапом всероссийского конкурса мастерства водителей фур. Ну а проспект Ивана Яковлева до пересечения с улицы Гладкова закроют вплоть до вечера 30 июля. Там будут менять покрытие и проезд разрешат только общественному транспорту. Это была вся информация на сегодня. Я с вами прощаюсь и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова